Доброе утро! Базиликовый вкус раздается на нашей кухне, будет однозначно вкусно, так что начинаем. Давай тогда разбираться, что нам понадобится. Нам понадобятся грибы-шампиньоны. Чем меньше, тем лучше. Также я использую помидоры черри, немного подсушенного бекона, лук, базилик, тимьян и чеснок. Угу, жидкости у нас какие-то идут? Ну, это у нас белое вино и бальзамический белый уксус. Ну, а кроме того, наверное, уже соль, перец, немножко оливкового масла, коль это итальянская кухня, немножко времени и вуаля. Однако нужно начать. С чего? Начинаем с того, что на разогретую сковороду выливаем оливковое масло. Угу. И будем обжаривать грибы, так как они займут у нас большую часть готовки. Если бы не бекон, блюдо можно было бы назвать вегетарианцием. Однако все-таки мясоедная душа Константина Сироты все-таки не дала этому сложиться. Ну уж больно пикантное это блюдо становится из-за бекона. Угу. Обратите внимание, что шампиньоны у нас и так очень мелкие. Кроме того, еще разрезаны на несколько частей. Это все для того, чтобы не тратить излишне много времени на выпаривание жидкости из крупного гриба. Вкус будет такой же, однако так гораздо красивее, а кроме того, быстрее готовить. Так что, периодически перемешивая, будем выпаривать жидкость. Также перерезаем помидоры череп. Если помидоры крупные, можно разрезать их на 4 части. И нарезаем лук. Лук будем нарезать полукольцами. Тонко-тонко-тонко. Как сможете. Так тонко, наверное, может, кроме кости сироты, нарезать только кухонный комбайн. Это упростит вашу работу на кухне. И к этому нужно стремиться. Делаем мы это для того, чтобы все-таки лук обжарился быстрее. Так как процесс обжарки грибов уже, собственно, подходит к своему завершению. То есть, лук у нас слегка притомится. Тем самым мы избавимся, во-первых, от въедливого аромата. А кроме того, уйдет ненужная нам горечь. Перед тем, как положить лук, я его очень сильно сжал для того, чтобы он пустил сок. Лук и грибы нам следует потушить где-то минут 5. Так что, подождем. Грибы и лук приняли характерный золотистый цвет. И мы заливаем вино. Еще буквально пару минут выпарим. Для того, чтобы ушла влага. И осталось только, можно сказать, пикантное ощущение вина. И выпариваем буквально несколько минут для того, чтобы ушла вся влага. Таким образом, уйдет алкоголь, но останется такой интересный, кисловатый, пикантный привкус. Собственно, за ним была и погоня. Тем временем, будем продолжать. Добавим немного чеснока. Ах, блюдо сразу, мгновенно обретает абсолютно другой аромат. И пряные травы. Конечно, тимьян. Очень ароматная специя. Нужно нам вот довольно много. Ведь обычно мы добавляем буквально одну веточку в блюдо. Ну, это у нас закуска. И это будет очень вкусно. Что делаем дальше? Видите, влага почти испарилась. Нам нужно отставить грибы буквально на пару минут, чтобы они немного остыли. Чтобы грибы быстрее остыли, их можно высыпать на противень, либо в какую-то другую емкость. Так как это у нас закуска, она, в принципе, должна быть холодной. Получилось у нас довольно много всех компонентов. Вот сколько в ресторанной порции должно быть этого блюда в граммах? Закуски в ресторане должны быть 150 граммов. Не больше и не меньше. Это классическая порция. Ну, у нас тут, в принципе, компания большая. Есть еще я и ты. Еще и два оператора, еще кого-нибудь с кухни можно позвать. Главное, если все удастся, то, я уверена, ничего не испортится. Все удастся. Тем временем мы нарежем бекон подсушенный. А сушим как мы его? Мы его обжарили и положили на салфетки для того, чтобы лишний жир ушел. И нарываем базилик. Тоже делаем это довольно крупно. Помните, что базилик это очень полезно. А кроме того, это добавляет нужные и такие важные итальянские ноты в подобное блюдо. Также не забываем про соль и перец. У нас еще без дела остался уксус бальзамический. Именно сейчас мы его и задействуем. Немного уксуса и оливкового масла. Аккуратно перемешиваем. Грибы у нас остыли. И можно их добавить. По-моему, получился уже отличный салат. Ты уверен, что надо смешивать это все с хлебом? Уверен. В нашем случае мы используем брускет. Это хлеб с специальной выпечкой, с самыми разнообразными дополнениями. В принципе, ничто не мешает вам брать хлеб, который в данный момент есть на вашей кухне. Лучше, конечно, если он будет не из белых сортов пшеницы. Потому что помните, что белый хлеб это бесполезный углевод. Несмотря на то, что есть традиция, есть его довольно много, пользы это особо никакой не несет. Можно украшать. Тарелку мы используем как гирю по весу, довольно большой, тонкий слайенс. Это тоже популярные веяния и ресторанные моды. Однако, главное, это украсить хорошо наше блюдо. Азы вы можете повторить не на обычной тарелке, которые есть на вашей кухне. Выкладываем прускеты. Поливаем их тоже оливковым маслом. Их нужно предварительно подсушивать? В классическом варианте они идут, конечно же, подсушенные. Так же, как и у нас. Только мы это сделали предварительно. Вы можете оставить в разогретой духовке хлебцы на буквально несколько минуточек. Это поможет обзавестись нужной хрустящей, приятной корочкой и не пересушит хлебцы. Либо же, даже проще, можно воспользоваться тостером на домашней кухне. Это гораздо доступнее. И выкладываем содержимое. Совсем немного зелени. И немного ярких красок. И все. Брускеты готовы. Честно говоря, мне кажется, что лежат возле меня вилка и нож. И продолжат они тут лежать. Как это и есть красивое. Я не совсем представляю, однако уверена, что это очень-очень вкусно. Готов все вместе с нами. Вот подобный простой, однако доступный рецепт. Спасибо большое ресторану Кадора и, конечно, тебе, Костя. Приятного аппетита! А вы не подсматривайте, я думаю, это будет не очень эстетично. Ну и хорошего настроения.